Спокойней, вы же меня знаете. Если вы думаете, что я нарушаю закон, то вы ошибаетесь. У меня есть все разрешения, как у каждого нормального гражданина Украины, на оружие для самообороны. Но есть люди, которые это же оружие используют для заработка. И эти люди сейчас на свободе. И вот это реально страшно. Приморский суд города Одессы отпустил под домашний арест, то есть фактически отпустил на волю подозреваемых в разбойном нападении на инкассаторов. Ну как подозреваемых? Ведь только слепой или сумасшедший на этом видео не увидит, как преступники практически расстреливают инкассаторов, организовав засаду в лучших традициях Дикого Запада. К полиции вопросов нет вообще. План Сирена позволил изловить джентльмен в удаче в самое короткое время. Казалось бы, вот оно, торжество закона. Однако суть в Украине сверхгуманный и, как выяснилось, идет навстречу пожеланиям туристов. Судья Виктор Попревич отпустил иностранцев, а именно так он называл участников этнической преступной группировки под домашний арест. Впрочем-то он и сам находится в Одессе с 2015 года. Именно поэтому, наверное, настолько трепетно относятся к приезжим. Какой может быть домашний арест для людей, которые готовы убивать и тщательно готовятся к этому? Если рассуждать логически, то можно отпускать под домашний арест серийных убийц и сексуальных маньяков. Можно под денежный залог, например, отпускать под подписку о невыезде, проворовавшихся чиновников. Да если так пойдет дальше, то и коррупционеры, находящиеся под следствием, смогут баллотироваться в президенты. Стоп. Так ведь так сейчас и происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моя кандидатура будет одной из кандидатов на президента Украины. У президента Украины собираются. Святослав Вакарчук кажут. Володимир Зеленский кажут. У цьому списку только вас бракувало. Вы серьезно считаете, что у вас есть шансы стать президентом Украины? Серьезно. Дуже серьезно. Серьезно. Дуже серьезно. В Украине уже был президент с судимостями, а президент, которому только браслет сняли, такого еще в Украине не было. Короче говоря, что я хотел сказать. А вот что. Судья Приморского района, города Одессы, дом которого в Донецке еще совсем недавно украшали бюсты Ленина и Сталина, отпускает на свободу людей, которые хотели и пытались убить граждан Украины. У меня на сегодня все. Добавить больше нечего. У меня только один вопрос к полиции. Вам не обидно, рискуя жизнью, ловить бандитов, а потом наблюдать, как их отпускают?